Также нужно точно понимать, что Красноярский край первый и единственный из тех пострадавших регионов от пожаров в мае, который так оперативно принял этот закон. Что самое важное, что руководством края, губернатором края было принято в этой ситуации единственное верное решение. Не доводить документ до абсолютно идеального состояния, а создать рабочий документ, который предусматривает защиту прав и предоставление жилья подавляющему большинству из тех, кто пострадал. И сейчас как раз разговаривал с коллегами, люди звонят из Уярского района, они слушали аудиотрансляцию сегодняшней сессии и благодарны, потому что у людей появилась определенность. Потому что до момента принятия закона люди все равно думали, как бы чего не вышло. И люди понимали, что вообще их никто не оставит. Ну и конечно, очень важно было это заявление губернатора, и когда 8-го мы приехали вновь на эту территорию, то когда люди уже все успокоились и понимали, что их не бросят, их поддерживают. В Красноярском крае сгорело очень много домов, в Красноярском крае осталось очень много людей, которым здесь и сейчас нужно обеспечить кров. И я считаю, что мы бы были некомпетентны, непрофессиональны, если бы мы сейчас с вами засели в поправки, если бы мы сейчас сели в уточнение списков, потому что для этого же нужно фактаж. Тогда о каком количестве людей мы говорим, у которых есть параллельное жилье или так далее, мы бы тогда с вами растянулись в месяц, и мы бы не успели людям предоставить к сезону, когда им пора заехать, жилье над головой. Поэтому ключевое это скорость. Этой скорости нужно было достичь и принять максимально быстро закон, для того, чтобы уже буквально через день мы могли начинать собирать списки на социальные выплаты. Еще раз повторюсь, ведь это социальные меры поддержки. Тот закон, который мы в таких кратчайших сроках приняли, благодаря правительству, законодательному собранию, он обеспечит большинство жителей, которые остались без жилья, кровом и уверенностью, что в зиму они будут в тепле. Будут, конечно, наверное, случаи, к которым будем подходить индивидуально, и законом предусмотрена повторная подача заявления нам предоставления жилья, связи с вновь открытыми обстоятельствами. Поэтому мы абсолютно все будем делать так, для того, чтобы охватить максимальное количество людей, которые действительно нуждаются в этом жилье.